Итак, мы продолжаем наш разговор о выступлениях российских футболистов за рубежом. С вами снова Константин Калуцкий, и сегодня мне хотелось бы сосредоточиться на Александре Головине, который отметился очередной результативной передачей в составе Монако. Сегодня красные обыграли со счетом 4-0 Мэдс, это была убедительная победа, и хотелось бы отметить, что Головин здесь, к сожалению, не попал в стартовый состав, а вышел только во втором тайме со скамейки запасных. С другой стороны, следует признать, что уже второй матч подряд Головин блестящий, появляется по ходу встречи, выходя как раз-таки на замену, и мне кажется, что это большой плюс для него. Почему? Ну, давайте это отсудим. Но сперва хотелось бы напомнить, что наш спонсор – компания Балтбет, и она предлагает специальную акцию для подписчиков моего канала. Если вы пройдете по ссылочке в закрепленном комментарии и зарегистрируетесь на сайте Балтбет, а также введете промокод 2021Калудский, то вы получите бонус – три бесплатные ставки. Дерзайте, ребят, это ваш шанс заработать деньги ничем не рискует. Итак, первоначально здесь Головин в стартовом составе не появился, вместо него вышла пара креативщиков – Дзиоп Мартинч. Периодически Саша выходит на поле вместе с ними, ну а здесь они заменили Александра в стартовом составе. И они первоначально были такими основными поставщиками снаряда для центрального форварда Фолланда и Боадзю, которые вышли как раз-таки впереди в качестве двойки нападающих. Ну и хотелось бы отметить, что кто-то сейчас скажет, что все, Головина перевели в резерв, как все плохо и так далее. Но не стоит воспринимать данный факт появления Головина на скамейке запасных как какую-то трагедию. Сейчас у Монако очень плотный график, матчи чемпионата Франции, Лиги Европы и так далее. И в этих условиях неизбежна определенная ротация состава, когда некоторым футболистам дают в том числе отдых. Просто если вы обратите внимание на скамейку запасных, Монако, здесь помимо Головина, например, оказался и Бен Едер, ведущий нападающей команды, основной форвард и так далее. Поэтому здесь то, что Головин оказался на скамейке вместе с тем же Бен Едером, это не означает, что их окончательно перевели в резерв. Просто идет ротация. Ну и как мы видим, ротация в принципе идет на пользу Головину, потому что выходя со скамейки, он показывал себя отлично. В предыдущей встрече он отметился фактической голевой передачей, когда его штрафной в итоге был закрыт голевым касанием и был забит третий мяч Монако именно со штрафного Головина. Ну а теперь он появился со скамейки и отдал голевую передачу для Бен Едера. Опять же, для футболиста вышедшего со скамейки запасных. Поэтому здесь Головин вновь приносит мяч, выходя по ходу второго тайма. То есть ему не нужно большое количество времени, чтобы показать себя. Ему хватает получаса, чтобы проявить свои лучшие качества. Ну и в целом, как мне кажется, он показал себя прекрасно. На 57-й минуте он вышел вместо Диопа и сразу как-то начал обострять ситуацию. Была попытка нанести опасный удар. Там Головин продрался через футболистов соперника и даже нанес удар, но попал в защитника соперника. Дальше было несколько хороших обострений. Головин сделал три вот реально такие обостряющие передачи, одна из которых стала голевой. Головин, так скажем, оставил мяч Бен Едеру, который, собственно, и забил последний четвертый гол в этой встрече, оформил окончательный счет. При этом Головин не стеснялся работать в защите, в его активе перехват. Плюс к этому был момент, когда Головин очень вовремя вынес мяч из собственной штрафной, разрядив обстановку. Ну и мне кажется, что это все позитивно выглядит, потому что Головин, ну, скажем так, получал немало критики в последнее время. И сейчас, когда его перевели в резерв, и он показывает себя прекрасно, выходя со скамейки запасных, он выгодно отличается от многих футболистов основы, которые получают шанс выйти в старте, но не особо впечатляют. И учитывая то, что в ближайшее время будут матчи чемпионата Франции, и последний тур Лиги Европы, я думаю, Головину в том числе доверят место в стартовом составе. Потому что это логично. Человек хорошо выходит со скамейки, значит, нужно попробовать его снова в основе. И таким образом Головин сейчас достаточно хорошо зарекомендовал себя в последней паре матчей. Посмотрим, что будет дальше, но у меня, в принципе, достаточно позитивные мысли на эту тему. Ну и хотелось бы отметить, что Головин по-прежнему используется Ковачем на позиции права Хавбека. И что характерно, с тех пор, как Ковач решил сдвинуть его вправо, Головин вот как-то немножко преображаться начал. Вот посмотрите, тепловая карта в основном Головин действовал на правой бровке или на правом полуфланге, и как результат, его эффективность здесь была достаточно велика. Посмотрим, что будет дальше, но у меня есть определенные позитивные мысли касательно будущего Головина и следующих матчей Монако. Ну а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и YouTube канал. И следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока! Пока!